Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Израиль первым в мире успешно испытал лазерное противоракетное оружие. Министерство обороны Израиля и концерн «Рафаэль» сообщили о первом в истории успешном испытании лазерной установки ПВО. Мощным лазерным лучом были сбиты различные ракеты, минометные и противотанковые снаряды, также беспилотные летательные аппараты. Новые лазерные системы ПВО будут поставлены на вооружение в течение двух лет, а в ближайшее время они будут переданы новому подразделению ПВО «Маген-Ор» в составе израильских ВВС. Представитель компании «Рафаэль» назвал проведение испытания событием всемирно-исторического масштаба. «Мы стали первым государством, которое может обороняться энергетическим оружием», заявил полковник Янив Ротем, возглавляющий конструкторский отдел компании «Рафаэль». Он сообщил, что на протяжении последнего месяца испытательные работы на полигоне в Нагиве велись круглосуточно, и поставленная цель была достигнута. Испытания успешно завершились к празднику Песах. Министр иностранных дел Израиля Яйр Лапид объявил сегодня, выступая на встрече с соратниками по партии Еш-Атид в Кнессете, что у нынешнего правительства есть шансы преодолеть кризис и потерю депутата Иди Цильман. Лапид решил собрать члена всей фракции впервые, после того, как громкий политический скандал лишил правящую коалицию очень важного голоса, в результате чего у нее не осталось парламентского большинства. Между тем, переговоры о поддержке коалиции со стороны объединенного арабского списка закончились неудачи. В первую очередь из-за позиции главы, ставшей практически арабской бывшей компартией Израиля Хадаш, Аймана Оде, который сильно радикализировался в своих взглядах. Если раньше он постоянно вещал о сотрудничестве арабов с евреями, то буквально накануне призвал всех арабских полицейских и военных, служащих в израильских силовых структурах, покинуть, цитата, органы угнетения и оккупации. Партия Хадаш также поддержала агрессию против Украины, выразив поддержку России в ее действиях. Как бы то ни было, на сегодняшнем собрании Яйр Лапид подчеркнул, что события вокруг правительства происходят неприятные, однако кризис вполне управляемый. И правительство якобы уже готовит проект следующего государственного бюджета. Если мы будем работать правильно, это правительство просуществует и до следующего Песоха и еще годы. Это будет нелегко, но у нас отличное правительство, и мы сделаем все, чтобы оно продолжило работать, заявил Лапид. Самое главное, что сделано нынешнее правительство, продолжил он, это то, что оно вернуло идею единства стране, заставило и правых, и левых, и центристов работать заодно на благо граждан Израиля и государства. Завершил свою речь министр иностранных дел. Он также пообещал найти компромиссы, чтобы правительство сохранилось, и призвал лидеров правых, оппозиционеров, Смотрича, Бенгвира и Натальягу, быть более сдержанными и, цитата, не получать политическую выгоду от гибели израильтян. Израильские военные тем временем продолжают масштабные операции по задержанию подозреваемых в терроризме в Иудее и Самарии. Накануне ночью они провели рейд в лагере беженцев Нур-Шамс, недалеко от Туль-Карма. Во время начавшихся там столкновений, как минимум три боевика были убиты в перестрелках. Между тем Хамас в ночь на четверг провел очередные ракетные испытания. Представитель Хамаса Хазем Кассем пригрозил Израилю, что продолжающееся столкновение с оккупационной армией во всех городах Западного берега является доказательством усиления Интифады, которую невозможно остановить ни арестами, ни убийствами. Тем временем на всеобщей сходке палестинских террористических группировок в Газе была принята резолюция, в которой говорится «Мы объявляем всеобщую мобилизацию во всех местах, где находятся наши сторонники, и призываем массы выйти сотнями тысяч, чтобы защитить нашу нацию и нашу мечеть Алякса». Явно, чтобы не дать своим заклятым соратникам из Газа перехватить инициативу в этом вопросе, Абумазановский фатах из Рамалы также поспешил призвать палестинскую общественность отправиться противостоять израильским силам и поселенцам на всем Западном берегу. Отмечу, что критический день – завтрашняя пятница, когда в Израиле начинается Песах, а десятки тысяч мусульман одновременно примут участие в пятничной молитве Рамадана в Аляксе. Допуск тысяч палестинских арабов на храмовую гору, разумеется, несет в себе серьезную угрозу безопасности Израиля. Однако подавление ожидаемых провокаций в старом городе израильской столицы может мгновенно спровоцировать вспышку насилия и новые массовые арабские беспорядки. Убийство в Иерусалиме гастарбайтера из Молдовы привело к раскрытию серии терактов. Более трех лет прошло с того дня, как тела супругов Ягуды и Тамарка Дури со следами насилия были обнаружены в середине января 2019 года в одной из квартир в Иерусалимском районе Армона-Нациев. И лишь сегодня стало известно, что это был теракт, и что убийство совершил сторонник исламского государства 34-летний араб из Хеврона Уасим Асаид, на счету которого числятся три теракта за три года. За сутки до убийства пожилой пары Асаид пытался убить 15-летнюю девочку в том же районе. Однако после неудавшейся попытки он вернулся в Армона-Нациев и довел задуманное злодеяние до конца, убив израильскую супружескую пару. Месяц назад, в ночь на 21 марта, в столичном квартале Арнона, этот же арабский террорист, убил молодого иностранного рабочего из Молдовы. Расследование, в котором помимо полиции приняли участие следователи службы общей безопасности, Шабак, показало, что Асаид действовал в одиночку, а жертв своих выбирал случайно. В прошлом арабский убийца работал ремонтником в Иерусалимских кварталах, там же, где он осуществил теракты. При этом он никогда не имел разрешения на работу в Израиле. В ходе расследования вскрылась шокирующая подробность. Через два дня после убийства супруга в Кадуре, Асаид был задержан полицией. Но не за это преступление, а за поддержку исламского государства. В это же время, по подозрению в убийстве супруга в Кадуре, полиция арестовала двух невинных людей. За поддержку ИГИЛа Асаид провел под административным арестом три года, после чего был отпущен на свободу. Но уже через неделю после освобождения он убил молдавского гастарбайтера Ивана Терновского. Сразу после этого сообщалось, что гастарбайтер был якобы убит в ходе драки. Однако расследование привело к неожиданным результатам, благодаря которым удалось установить личности мотивы настоящего убийцы, который убивал не на бытовой, а на националистической почве, специально подыскивая себе жертв еврейской внешности. Как выяснилось, после убийства рабочего бойцы пограничной охраны засекли подозреваемого в районе Неве-Яако в Иерусалиме при попытке пробраться на территорию палестинской автономии. При обыске в его вещах был найден нож, оказавшийся орудием убийства. Оставшиеся на нем следы крови совпали с ДНК убитых им людей. Несмотря на протесты раввинов, в Израиле покончат с так называемыми кошерными телефонами. Реформа мобильной связи в ультраортодоксальном секторе Израиля выходит на старт. Министерства связи твердо намерены покончить с монополией комиссии раввинов по коммуникациям, которая жестко контролировала так называемые кошерные номера, не позволяя их владельцам свободно выбирать пакет обслуживания. Реформа лишит ортодоксальный сектор монополии на определенные сочетания цифр, служившие сертификатом кошерности номера. Любому владельцу мобильного устройства будет гарантировано право на подключение к интернету и получение других услуг связи, которые комиссия раввинов объявила запретными, а также на свободный переход в другую компанию смены номера. Ограничения сохранятся лишь для абонентов, не достигших 18-летнего возраста. В ультра-ортодоксальном секторе Израиля категорически возражали против реформы, утверждая, что кошерные номера служат своего рода визитной карточкой, которая позволяет установить принадлежность их владельцев к ортодоксальной общине. Раввины и политики от религиозных партий заявляли о том, что у детей-ортодоксов возникнут проблемы с приемом в школу, если их родители укажут в анкете не кошерный номер телефона, а интернет способствует главным бедам нашего времени. «Злодеи стремятся впустить в наши дома интернет и все зло, которое он приносит с собой», заявляют Раввины. Протесты против реформы приобрели угрожающий характер. Ультра-ортодоксы проводили массовые шумные демонстрации в израильской столице, сожгли несколько магазинов мобильной связи, а также проводили пикеты возле Дома министра связи Израиля. Йоас Гендель получил даже сообщение с угрозами, после чего к нему были приставлены постоянные телохранители. Впервые в Израиле полицейским выплатят премию за риск. Об этом договорились глава Минфина Виктор Льберман и министр внутренней безопасности Омер Барлев. На выплату денежных премий планируется осигновать 10 миллионов долларов из госбюджета. Премиальные выплаты будут производиться в два этапа в течение ближайшего года. Особое внимание при назначении премиальных будет уделено сотрудникам полиции, несущим службу в старом городе Иерусалима и в арабском секторе, а также тем, кто служит в спецподразделениях. Размер премии будет зависеть не только от места службы, но и от стажа полицейского. Уже разработано несколько тарифных сеток. Так, полицейские со стажем работы от 3 до 5 лет, несущие службу в старом городе Иерусалима, получат до 2000 долларов. Следователи полицейских отделений в арабском секторе с таким же стажем работы столько же. Сотрудники патрульной и сыскной службы получат 1300 долларов. Для сотрудников полиции со стажем свыше 5 лет предусмотрены повышенные премии до 4000 долларов. Предусмотрены поощрительные премии из-за поступления на офицерские курсы и переход на инструкторскую работу в полиции. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова